Всем привет! В эфире канал ОТС Мировые Новости в студии Дмитрий Белькевич. И через несколько секунд расскажу вам много интересного о событиях, произошедших в разных странах мира. Вот что мы подготовили для вас сегодня. Мы нашли этого парня со спасательным кругом и спасли. Он провел в воде 10 часов. Он все еще в сознании, поэтому мы смогли безопасно вытащить его из воды. У него были легкие травмы вокруг головы и из-за морской воды болели глаза. Один человек погиб и еще больше 20 числятся пропавшими без вести в результате крушения военного корабля в Таиланде, что стало причиной катастрофы. Старый свет изнывает от инфляции, зарплаты не поспевают за ростом цен на товары. Медики вышли на акцию протеста. Что дальше? Странные члены ООН подписали новое соглашение о сохранении биоразнообразия в животном мире. Поводом стала печальная статистика. Популяция диких животных на планете сократилась на 70%. Помогут ли бумаги спасти жизнь? Разрушительное землетрясение в США и крушение корабля в Таиланде. Об этом подробнее через пару секунд. По меньшей мере, два человека погибли и 12 ранены в результате землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего на севере Калифорнии. Предварительные данные публиковали местные власти. Чиновники также отметили, что это самое сильное за последние годы сейсмисс событий в этом районе. Анголоские землетрясения чувствовались даже на расстоянии в 250 километров в окрестностях Сан-Франциско, где оказались повреждены здания социальной и коммерческой инфраструктуры. Тем временем в Таиланде ищут моряков с перевернувшегося корабля. Судно опорокинули штормовые волны. Пока пропавшими без вести числится два десятка военных. В Таиланде продолжается операция по спасению моряков. Задействованы корабли, вертолёты и буксиры. Судно королевских ВМС страны затонуло в Сиамском заливе в воскресенье поздно вечером. Это случилось во время шторма. На борту находилось 106 военных. Спасти удалось 75. «Мы нашли этого парня со спасательным кругом и спасли. Он провёл в воде 10 часов. Он всё ещё в сознании, поэтому мы смогли безопасно вытащить его из воды. У него были лёгкие травмы вокруг головы, и из-за морской воды болели глаза». «Спасательный жилет, спасательный круг и их способность держаться на воде дают нам 48 часов на спасение ребят». Позже власти Таиланда сообщили, что обнаружили ещё десятерых моряков. Один из них погиб. 21 моряк продолжает числиться пропавшим без вести. Как сообщают, корвет патрулировал морские воды примерно в 20 милях от берега. Из-за высоких штормовых волн он накренился, набрал воды и перевернулся. И с него вернёмся в США, где произошло жуткое ДТП. Участником массы автомобильной аварии стал водитель спорткара «Феррари». Мужчина, управлявший красной спортивной машиной. Ему было 71 год. До очередного дня рождения он в результате ДТП не дотянул. Скорость была настолько высокой, что при столкновении с другими машинами Теслой, Маздой 3 и Тойотой Вензой от спорткара ничего не осталось, его разорвало. В автоварии пострадали также пассажиры Тойоты. Их госпитализировали с различными травмами. Пока в истинных причинах автоварии разбираются полицейские. Однако одно известно – все участники ДТП были трезвы. В Великобритании набирают обороты недовольства граждан состоянием экономики. А вернее, ее практически полным крахом. Цены на продукты и товары первой необходимости взлетели до небес, что стало следствием непродуманных антироссийских санкций, в том числе и в продовольственной области, и в сфере энергетики. В итоге до 100 тысяч Королевского колледжа медсестер в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии провели однодневную массовую акцию протеста впервые за 100-летнюю историю с момента образования своего трудового медицинского объединения. Они требуют роста зарплат в соответствии с уровнем инфляции. Иначе не получится компенсировать разрыв между реальными и номинальными доходами. Однако правительство считает, что поднять доходы граждан больше, чем на 4-5% невозможно. Бояться своих желаний призвал Илон Маск после того, как заявил о возможной отставке с должности главы приобретенной им ранее за базнословную сумму компании Twitter, которая запрещена в России. Пока голоса распределились так, что большеполовины пользователей соцсети сочли уход Маска необходимым. Почему? Сейчас расскажем. Большинство пользователей Twitter проголосовали за увольнение Илона Маска с должности главы компании. Американский миллиардер провел опрос после очередного обновления политики соцсети. Маск спросил пользователей, должен ли он оставить пост гендиректора Twitter. Он также обещал руководствоваться итогами опроса. Более 57% голосов были отданы за увольнение. Против высказались 42% голосовавших. Всего в опросе участвовали 17,5 миллионов человек. В конце ноября бизнесмен купил Twitter за 44 миллиарда долларов и возглавил компанию. Он уволил более половины сотрудников и начал набирать новых. Также Маск распорядился разблокировать ранее закрытые аккаунты пользователей, в том числе экс-президента Дональда Трампа. Маск пробовал внести еще несколько изменений в политику компании. В частности, хотел запретить пользователям продвигать на своей платформе конкурирующие соцсети. Позже Маск начал блокировать страницы, где публикует информацию о перемещении частных самолетов нескольких миллиардеров, в том числе и его. Потом глава Twitter заблокировал страницы некоторых журналистов из ведущих американских СМИ. В итоге постоянные изменения в политике компании стали отпугивать рекламодателей. Что Илон Маск планирует делать дальше, пока неизвестно, но в своем твиттере он написал. Как гласит пословица, будьте аккуратны с тем, что желаете, ведь вы можете это получить. Более чем на 70% сократилась популяция диких животных на нашей планете за последние 50 лет. Такие данные обнародовали на саммите ООН, состоявшемся на днях в Канаде. Итогом встречи стало соглашение, которое уже окрестили историческим. Что оно предусматривает и всех ли устраивают его положение. Международное соглашение по защите природы приняли в Канаде. Его утвердили на саммите ООН по биоразнообразию КОП-15. Договор назвали самым значительным шагом по защите континентов и океанов, а также каналом финансирования для сохранения биоразнообразия развивающихся стран. В частности, в соглашении указывается, что к 2030 году необходимо защитить 30% территорий планеты, особо важных для флора и фауны. Для сравнения, сейчас под охраной находится 17% суши и менее 8% морской и океанической поверхности. Впрочем, не все страны поддержали документ. Так, Демократическая республика Конго выступила против, ссылаясь на опасения по поводу того, получит ли она финансирование на защиту природы. В заседании в Монреале участвовали представители около 195 стран. Принятый договор по биоразнообразию аналогичный Парижскому соглашению 2015 года по борьбе с изменением климата. По данным Всемирного фонда дикой природы, за последние 50 лет популяции диких животных сократились почти на 70%. По мнению ученых, виновен в этом человек. Главные причины – вырубка лесов под пастбище, а также загрязнение морей и океанов. Возможные осадки в виде фрикаделек в округе Гринсвилл, штата Вирджиния, США, произошло не совсем обычное ДТП. Там на трассе столкнулись грузовики, в кузове одного из которых находились 18 тонн фрикаделек. Замороженные мясные продукты разлетелись по магистрали и убирать их дорожным службам пришлось 4,5 часа. Известно, что пострадал аварии и один из водителей, но серьезных травм он не получил. Отделался испугом фактически. А вот кому-то не досталось продуктов. Больнее было наблюдать только за горящим в Венгрии грузовиком Кока-Колы. Самый маленький мужчина в мире, житель Ирана Афшин Газир-Задеш, его имя появилось в книге рекордов Гиннеса, а сам рекорд зафиксировали эксперты из офиса в Дубае. Молодой человек в свои 20 лет впервые покинул свой родной город, посетил вместе со специалистами дубайского офиса Брабершоп, поднялся на вершину Бурдж-Халифа, самого высокого здания в мире. В путешествие он отправился вместе со своими родителями, и, разумеется, прошел процедуру измерения, как стоя, так и лежа. Ну и вы спросите, каков рост? 72 сантиметра и 1 миллиметр. Несмотря на этот свой очевидный недостаток и множество сопутствующих проблем и трудностей, молодой человек руки не опускает и наслаждается своей жизнью. На этом на сегодня все еще больше интересных новостей в телеграм-канале нашей программы. Адреса и ссылки на ваших экранах. Ну а с вами был Дмитрий Белькевич. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!